Приветствую вас, друзья! Итак, как получить украинский загранпаспорт? Тема, которая волнует каждого украинца, который находится в Европе, за границей. И многие из вас подались на паспорт, ДП-документ и не получили его. Так вот, у меня для вас прямо сейчас есть новость. Но перед тем, как вы продолжите смотреть это видео, лайк и обязательно поделитесь этим видео во всех группах со всеми знакомыми. Потому что информация очень важна. У меня есть официальный ответ миграционной службы, которая отвечает за выдачу паспортов. И этот ответ я сейчас вам зачитаю. И он как бы нам раскрывает, объясняет, получим ли мы свой паспорт, что происходит, почему паспорт не выдают и чего нам стоит ожидать. Начнем с плохих новостей. Точно не получат паспорт те люди, которые подались после 23 апреля 2024 года. Это дата, когда вышла постанова Кабинета Министров, где указано, что паспорта теперь можно получить военнообязанным мужчинам только в Украине. Ну а те, кто подались до 23 апреля, что с ними? И я это решил выяснить. И я так же, как и вы, не получил свой паспорт. У меня есть информация. ДП документ предоставил, что мой паспорт находится в Ужгороде. Лежит и ждет. И я написал электронное зверденье. Так как положено. Подписал его электронной подписью и отправил в миграционную службу. В этом зверденье я указал свою ситуацию, расписал, ссылаясь на статьи на Конституцию и запросил ответ. Ответ пришел. И что же в нем... Это, понимаете, это универсальный ответ для всех, кто подавался на паспорт за границей. И сейчас эта информация для всех. Я ее вам буду зачитывать. У Державной иммиграционной службы Украины в межах компетенции розглянуто звернение щодо видачи відокремленным подроздалом ДП документ у Республики Польша паспорт громадянина Украины для выезда за кордон, оформленного на мою имя, в связи с чем, и поведомляют мне наступное. Для обеспечения его подальшого функционирования за урахованием вимог вищезазначенного закона. То есть, приняли закон и начались технические, так сказать, какие-то допрацювания в ДП документе. Цей технический процес відбувається паралельно із обробкою запитів щодо оформлення паспортів громадян Украины у відокремленных подрозділах ДП документ за кордоном. У результаті надмірна кількість запитів від громадян з одночасною розробкою, допрацюванням та тестуванням програмного забезпечення для реалізації взаємодії систем ДМС та Міноборони України призвела до технічних збоїв. Це унеможливило повноцінну видачу паспортів у закордонних відокремленних підрозділах паспортного сервісу. На сьогодні відокремлені підрозділи ДП документ з-за кордоном відновили видачу готових документів у тестовому режимі. Мені, кажется, я читала на самому сайті ДП документу. Отакую от січку. Чи походять? Проте для попередження і недопущення повторного перенавантаження системи та технічних збоїв, видача документів відбувається лише після повторного отримання громадяниними СМС повідомлення про готовність документів. Після усунення усіх технічних проблем інформація про відновлення роботи систем буде оприлюднена на офіційних інформаційних ресурсах ДМС та ДП документ. Тож слідкуємо за ресурсами ДМС, Державна міграційна служба та ДП документ. Перший заступний в голові Ірина Ковалевська. І тут QR-код. Я прикреплю цей текст, і ви зможете почитати його в ході видео. Ну, ви видите, смысл такой. Приняли закон мобилизации. Здесь говориться, кстати, не о законопроекте, а о 23 апреля. Ну, скорее всего, потому что я подавался до 23 апреля. И они не могут мне вменить этот закон. А в связи с изменениями в мобилизации, там пошли какие-то у них, значит, дополнительные навантаження в системе, которые затребовали техничных допрацювань. Что характерно? Значит, они не написали, что я не могу получить свой паспорт, или могу его получить только в Украине. По сути, это письмо сказало мне ждать СМС. Вот такой вот. Это официальный ответ Державной міграційной службы. Я писал еще одно письмо. Это письмо я написал Департамент консульской службы. Ответ был незамедлительный и очень короткий. Доброго дня. Мы не маем жодного отношения до ДП документов. Это Департамент консульской службы. Поэтому, друзья, каждый из вас может индивидуально написать тоже звернение Державной міграційной службы. Я думаю, там должны тоже почувствовать навантаження на систему, чтобы, возможно, как-то быстрее зашевелиться, чтобы они почувствовали, что граждане все-таки знают свои права и требуют, чтобы их права не ущемлялись и по Конституции были выполнены. Вот такая информация. Обязательно делитесь и пересылайте в различные группы. Я думаю, она будет интересна. На этом все. Пока. Ждите свой паспорт. Субтитры сделал DimaTorzok